Тюрьма Лейпцига. В ночь на понедельник отсюда увезли тело предполагаемого террориста Джабера Альбакра. По предварительным данным, он повесился на собственной футболке. Как такое могло произойти с подозреваемым, которого сначала разыскивали сотни полицейских, потом задержали, и дело которого было под особым контролем, кажется, не понимают даже сами ответственные чиновники. Вот как ситуацию объяснил министр юстиции Саксония. Это не должно было произойти, но, к сожалению, произошло. Хотя мы сделали всё возможное, чтобы предотвратить это. К сожалению, прогнозы специалистов не подтвердились, и это привело к такому инциденту. Прогнозами саксонский министр, по мнению наблюдателей, называет работу сотрудников тюрьмы, которые должны были определить суицидальное состояние Альбакра. Сейчас стали известны новые подробности, как сообщают местные СМИ. Незадолго до самоубийства подозреваемый разбил лампу на потолке. С понедельника он ничего не ел, но и это не смутило сотрудников исправительного учреждения. Сообщается, что заключённого проверяли всего лишь раз в час. Ситуацию загубляет то, что адвокат Альбакра предупреждал о возможности самоубийства. С понедельника он держал голодовку и находился в тяжёлом эмоциональном состоянии из-за обвинений всех обстоятельств. На мой взгляд, не было никаких сомнений в том, что была латентная угроза его жизни. Я предупреждал об этом. Мне говорили, что его покажут психологу, но что там на самом деле делали, я не знаю. Расследовать эту ситуацию потребовал и глава МВД Германии. Многие из немецких политиков объявили о провале саксонской юстиции. Немецкие СМИ же сообщили о том, что незадолго до самоубийства Альбакр заявил, что задержавшие его беженцы-сирийцы на самом деле соучастники преступления. Насколько правдивы эти обвинения, сейчас выясняет полиция.